здравствуйте уважаемые слушатели сегодня тема нашей лекции поведение потребителей я расскажу вам о понятии поведения потребителей о типах принятия решения покупки более подробно мы остановимся на этапах принятия решения покупки и на том почему потребители выбирают тот или иной товар затем мы рассмотрим факторы которые влияют на принятие потребителям решения покупки и рассмотрим потребительские роли которые выполняют потребители так как они могут быть не только покупателями потребителями, но и инициаторами покупки и так далее. Что же такое поведение потребителей? Это деятельность, которая направлена на получение в процессе обмена потребления, а также распоряжения продуктами или услугами и основанная на процессах принятия потребителем решения о покупке. Основным вопросом является то, как потребитель принимает решение купить тот или иной товар. Очень часто это называют черным ящиком, так как до конца мы не знаем, какие процессы на самом деле происходят в сознании потребителя. Основным фактором, которые влияют на принятие решения о покупке, являются все-таки психологические. Конечно, компании стремятся повлиять на то, как потребители принимают решение о покупке. С помощью определенных маркетинговых акций, маркетинговых стимулов. При этом на само сознание потребителя влияют как внутренние, так и внешние факторы. К внешним факторам как раз относятся те, с помощью которых компании влияют на потребителя и стремятся к тому, чтобы потребитель выбрал именно их товар. Внутренние факторы, которые влияют на принятие решения потребителем о покупке, это та степень осознания потребности, которую ощущает потребитель в своем сознании. Сегодня мы поговорим об этом более подробно. Ну и для чего стоит изучать поведение потребителей? Во-первых, для того, чтобы понять, каковы мотивы покупать определенный товар. Почему потребитель выбирает именно этот бренд, а не бренд конкурента? Во-вторых, с помощью изучения поведения потребителя можно научиться предсказывать, какие решения ваш потребитель будет принимать в будущем. Конечно же, все маркетологи хотят добиться того, чтобы влиять на эти решения. Соответственно, с помощью изучения поведения потребителей можно влиять на тот выбор, который совершает ваш потребитель. Ну и наконец, немаловажным является то, что с помощью изучения области поведения потребителей можно понять, как вы принимаете решения как потребители. Почему вы покупаете определенные товары? Почему вы совершаете импульсивные покупки? Почему вы совершаете те покупки, которые никогда не были запланированы? И так далее. И сегодня мы поговорим об этом более подробно. Поведение потребителей является все более и более важной областью в маркетинге. Потому что наше общество все чаще называется обществом потребления. Множество факторов влияет на то, что мы потребляем все больше и больше товаров и услуг. В целом, можно сказать, что общество потребления формируется из-за того, что растет как спрос, так и предложение одновременно. Все больше компаний предоставляют различные товары и услуги, и одновременно спрос на эти товары и услуги растет. Разумеется, двигателем общества потребления является реклама. Маркетинговые акции, маркетинговые компании продвигают определенные товары, и потребители начинают покупать все больше товаров и услуг, которые им не всегда нужны. Давайте задумаемся, что такое общество потребления для вас? В обществе, в котором мы живем, потребление приветствуется. Потребление носит символический, символьный характер. Вы покупаете определенные товары и услуги не только потому, что они вам нужны, а по каким-то функциональным характеристикам. Довольно часто товары носят некоторый символический смысл, подчеркивают статус пользователя. Это дорогие марки машин, дорогие часы, товары роскоши. О маркетинге роскоши мы поговорим более подробно в последней теме нашего курса маркетинг. А сегодня мы остановимся на базовых концепциях, которые влияют на принятие решения потребителям о покупке.